Этот учебный год станет новым во всех отношениях, ведь учеников ждут не только новые знания, но и новые школьные правила. Коронавирус и здесь внес свои коррективы. Теперь на входе сначала будут проверять не сменку, а температуру. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский в рамках проверок готовности образовательных учреждений посетил второй корпус Бутовской школы номер один. Особое внимание было уделено качеству организации системы питания. На 750 мест мы сделали уже логистику. Первые классы параллели там входят, там двери у нас есть, вторые классы здесь, то есть мы их разводим. Горячее питание учащиеся начнут получать уже с 1 сентября. Качественное, сбалансированное и полноценное. Для этого в школьной столовой созданы все условия. Директор образовательного учреждения Ирина Овчинникова рассказала, штат сотрудников пищеблока полностью укомплектован, а помещения для приготовления пищи оснащены всем необходимым оборудованием. Мы работаем на привозном сырье, мы сами готовим в школе. У нас есть обеденный зал, рассчитанный на 750 человек, поэтому никаких препятствий в том, чтобы все дети были обеспечены горячим питанием у нас нет. Гости посетили большой актовый зал на 840 мест. Также в школе проверили учебные классы и 4 спортивных зала. Следующим объектом проверки стала Бутовская школа номер 2, которая 1 сентября впервые распахнет свои двери для учащихся. В образовательном учреждении сформирован 21 класс. Все кабинеты оснащены мебелью на 35 посадочных мест. Поступила новая учебная литература. Все необходимое для начала учебного процесса, как учебно-методические комплекты, так и учебное оборудование в школе имеется. То, что сегодня увидели, оно радует. В том числе мы сегодня посмотрели одну школу, которая введена в этом году и 1 сентября впервые откроет свои двери для учеников. Но надо понимать, что учебный год в этом году, в 2020-2021, он начинается с учетом многих, скажем так, особенностей. Да, это пандемическая ситуация, это и ограничение для того, чтобы не заразиться. Сегодня с директорами обсудили все эти вопросы. В общем-то, видно, что высокая степень готовности, а те маленькие недочеты, которые есть в учебных заведениях, я думаю, что за ближайшие 2-3 дня мы совместными усилиями поправим. 1 сентября новая школа примет 579 обучающихся. В учебном заведении организовано несколько профильных классов и созданы все комфортные условия для получения знаний. Всего же в школы муниципалитета пойдут учиться более 26 тысяч юных жителей. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.